Вот мы немножко спустились ниже по течению. Здесь очень мелко дальше к реке. Может под берегом есть сантиметров 30-40 глубина, а чуть дальше вообще нет. Сейчас мы попробуем здесь сначала под самым берегом, не подходя к нему провести в облерочек. Он практически идет поверху, спуская усы. Ну вот я поставил басару 40-ую. Вот такой вот красивый облерочек, оригинальная расцветка. Видите, на пузике красный немножко сделано. Думаю, что сработает. Вчера как-то даже руки до него не дошли, а здесь в принципе самое место. Мелководье далеко кидать не надо, а спорель под самым берегом стоит. Главное ее спровоцировать. Посмотрим. Ну вот, что я и говорил. На басару поставил 56-ую и сразу же рыба попалась. Рыба неплохая, зачетная уже. Затеклась немножко снаружи на промахнулась. Все-таки у нас троковые маленькие тройнички, а спорель крупная. Когда мелкая спорель, то да. А так для будет такой спорель от тридцатку, конечно. Лучше тройнички чуть побольше. Басара практически на зеленого-черного цвета, красными точками. Сразу сработает. Я вообще заметил, что очень часто на форель срабатывают приманки черного цвета. И вертушки, и колебалки. Одна из моих любимых вертушек это сметняк из черного цвета. Коткаем и отпустим. Ну да, попалась она сразу на два тройника. Не очень удачно, но не видно, что все-то повреждено было серьезнее. Спокойно сможем отпустить, она выживет. Только немножко полежать, она отойдет. Лучше. Мы освободим от одного. Вот, сраничка, вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Так вот. А теперь от второго. Ушла целенькая, неповрежденная. Немножко, правда, наглотавшуюся воздух из-за моих фотосессий. Это не лыть будет. Вот такой вот красавчик с красным глазом, с красными точками. Только что сработал. Сейчас поставим другую приманку. Вот я подошел к самому перекату. Маленькая такая плотинка. Вода, вот сами видите, мелкая. 20 сантиметров, наверное, 25. Вот сейчас то, что надо для таких колебалочек. Проверим. Вот она, видите, на первом же забросе. Вот она, видите, красавица. За 30. Сейчас мы их быстренько отпустим. Видите, вызываем уземление у коренных немцев на счет 10 штук. Вот так. Все. Ну вот, мы перешли на место на перекатном. И там сейчас я поставлю Аниру. Рассветку под форельку. Попробуем ее ловить. Только что здесь стоял, ловил местный рыболов. Мы с ним пообщались. Он полдня здесь ничего пока не поймал. Ну, отдал я ему одну форельку, чтобы он не с пустыми руками домой возвращался. Ну, а сам попробую еще ничего не поймать. Ну, а вот она уже, на первом же забросе. Вот, он говорит, не клюет. Рыба клюет. Просто подобрать нужно правильную приманку. Ну, и тоже зачетно. Поменьше. Та была побольше. Ближе к 40. А это так 30. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть подольше. Ходку сделаем, наверное. Ну, немножко устало, что-нибудь что-то случилось. Сейчас, смотри, там проники. Реанимирует, она пойдет. Ходим. Да, все-все-все-все-все. Деруй, страничок. Иди. Разбудничай дальше. Вот она, пошла-пошла-пошла, красавица. Вот такие вот чудо-воблеры Лакенжон. Алира. Горы от спорельки, от пулемета. Ну что, еще заброс попробуем сделать. Место рыбославных льется. Место рыбославных льется. Ох ты, елочка. Ох, елочка. Ох, елочка. Вот она, что-таки. Вот она. Ну-ка, поменьше немножко. Ну, тоже стандартный. Никакой. Иди, иди. Хорей сюда, я тебя отпущу. Ну, что ни говори, хорей боец. Молодец. 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 Одну секундочку, да. Надо взяться за тройничок и все, я тебя освободил. Хорошо. Вот видите, все, пошла жива-здорова. Здесь лена широкая. Докинуть маленькими приманками тяжело. Поставлю босару 70-ю. Ну, посмотрим, как на нее форелька отреагирует. Пока неплохо, где-то в районе 15 штук я поймал уже. Из них большая часть зачетная. Посмотрим, что будет дальше. Вот такая вот крошечка попалась на хаиру. Опа. Сейчас, сейчас я тебя отпущу. Стоп. Ну, вот еще одна маленькая. Что-то к вечеру стали попадаться совсем мелочевки. Опа. Опа. Так, все. Плыви, родная. Ну, что, Петя? Что говоришь? Шрот глай. А? Шрот глай. В смысле? Ну. Есть теперь? Глайн. Я тебе могу просто чебурашку дать? Какую чебурашку? Сейчас покажу. Что поймал? А, вот, вижу. Лежит одна красавица. Ну, молодец. Сейчас я тебе покажу, да. Маленький-маленький. Сейчас. В другой коробке. Она вытаскивается вот так, смотри. Зацепляешь. И туда, и все. А, блядь, а как? Вот сюда крючок одеваешь или что такое? Давай я тебе одену. Что ты хочешь одеть? Не, но я хочу. Эта же попадала. Вот, люди, быстро, на подачу это. Дай сюда. Не будет за быстрой подачи? Не будет. Нет? Все будет хорошо. Так. Вечкин обер в обли. Ты сколько поймал? Одну вот эту? Одну, а четыре или пять сошло. Да. В любом случае. Все. Красота. Хаин проблем. Сейчас пойдет. Ты мне не такие штук пару штук. Ты мне должен, у меня там взять, у меня нет отдельно. В магазине нужно посмотреть. Ты мне напиши какие-то, они все разные. Разный вес, разный у них цвет. Ты должен зайти к нам в магазин и написать мне, какой конкретно тебе нужен. Я тебе сделаю. А, впадает быстро, да? А? Впадает быстро. Ну, конечно. Теперь тебе быстрее крутить надо будет. Раз ты вес добавил, 4 грамма чебурашка. Надо будет крутить. Побыстрее просто, чтобы не упало. Ну что, дорогие друзья. Рыбалка наша подходит к концу. Порыбачим неплохо. Рыбу удалось поймать и на телефон, и на колебалки, и на воблеры. В общем-то, рабочие все приманки. Мне попалось около 2 форелей сегодня. Ребята тоже не без улова. Причем большая часть из улова тоже, большая часть из улова тоже, и на другой у нас реманки лапы две. Так что, реманки рабочие. Будем тестировать дальше. Подzu Субтитры сделал DimaTorzok